Привет! Как дела? Сегодня я вам расскажу про такое явление, как Brexit. Сразу оговорюсь, что это не экспертная оценка, не какое-то умозаключение или что-либо ещё, просто описание очевидца событий, которые проходили в Лондоне в тот момент, когда делалось это решение, выходить из Евросоюза или нет. Brexit — это BR, British, Exit, выходят из Евросоюза. Brexit. Так как я уже давно поняла, что в всей прессе, что в Британии, что в России, что в любой другой стране, верить на полную катушку нельзя, я делала свои какие-то умозаключения в согласии с тем, что я видела, что происходит в Лондоне, что происходит в Англии и как это всё связать с Евросоюзом. Я не знаю, я не лезу в политические события, я не разбираюсь в политике, я вообще аполитик, стараюсь туда не лезть. Но как бы описать, что такое Brexit для людей, которые не в курсе, что происходит вообще в Британии и что к чему, я решила со своей колокольни. Итак, на мой взгляд, Brexit произошёл в связи с тем, что Великобритания в основном — это не Лондон. Лондон — это космополитичный мегаполис, где живёт очень много эмигрантов, и Лондон, конечно же, голосовал за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Но большинство англичан живёт как раз-таки за Лондоном в провинциях, в деревнях и в маленьких городках, и они устали от эмигрантов, а эмиграция — это была глобальной проблемой как раз в тот момент, когда я приехала в 2011 году, поэтому для меня закрыли визы в 2012 году. Они хотели избавиться хотя бы от третьих стран, которые прибывают в страну. Почему в страну прибывают? Потому что там очень хорошая жизнь, очень хорошие условия. Ну и также, так как фунт по тем временам взлетел и был намного выгоднее, чем в Европе, туда рвануло ещё куча европейцев на заработки и там и осело. Сами британцы очень устали от эмигрантов, особенно они ненавидят поляков, потому что, ну, польское сообщество — это самое огромное в Великобритании. В связи с чем они их не любят, я не знаю. Вроде бы поляки ведут себя тихо, мирно и спокойно, в отличие от других наций. Я не буду говорить про какие, но думаю, вы поймёте. И даже как раз после Брексита, после референдума на польско-культурное сообщество, то, что находится в Хаммерсмите, совершили акт вандализма, написали плохие слова именно вот на их здании и про то, что поляки там что-то такое. Я уже сейчас не помню, какие слова, их стёрли сразу же. Но моё агентство французское, я уже говорила, мы с ними на короткой ноге были, они меня очень сильно попросили съездить в это культурное общество и поснимать, что там сейчас происходит, а туда люди, другие, как бы англичане или европейцы, несли букеты с извинениями. Об этом акте вандализма, проявляющего расизм, национализм. С другой стороны, как бы я понимаю, британцев, они хотят оставить свою нацию, а очень много иммигрантов едет в Великобританию, все там мешаются, перемешиваются, и как бы уже нации практически не остаётся. Кроме того, вот эти все иммигранты в большинстве своём, они едут туда, но они не учат английский язык, они даже не пытаются как-то интегрировать в британское общество, они живут своими какими-то кланами, они общаются на своих каких-то языках, и, естественно, это всё бесит британцев. В чужой монастырь со своим уставом ходить нельзя. И всегда ходит такое негласное правило, если ты находишься в обществе людей, которые говорят на разных языках, ты всегда должен говорить на английском, потому что мало ли что ты сказал про того человека, который сидит рядом, он должен понимать, что ты про него не говоришь там что-то такое. Но, конечно, это если вы находитесь в одной компании, если вы сидите в ресторане и общаетесь друг с другом, то тут уж не надо ничего говорить по-английски, я всегда по-русски общалась со своими друзьями, но если вы находились в компании, где находятся там итальянцы, какие-нибудь там латиноамериканцы, и ты русский, и ещё какие-нибудь китайцы, все должны говорить на одном языке, который они все должны понимать. Но многие вот такие нации, про которые я говорю, ну и даже европейцы, которые просто приехали для того, чтобы подзаработать, не учат английский язык, не желают интегрироваться, не понимают законов, традиций, культуры этой страны, это всё выбешивает британцев, и из-за этого, скорее всего, это и происходит. Когда я уже начала понимать английский язык, начала разговаривать с людьми, читать книжки, читать газеты, высказывать какое-то своё мнение, тебя уже начинают уважать, ты уже как бы член общества. И я не говорю о том, что я великолепно знаю английский язык, мне ещё учиться и учиться. Я не знаю ни сленга, я не знаю ни каких-то диалектов. У меня типичный лондонский, английский, академический, ну как его называют BBC, язык BBC. И то я много у меня грамматических ошибок, много всего, но у меня преодолён этот вот языковой барьер, я всё равно что-нибудь скажу, пусть иногда неправильно, но меня люди поймут, и они ценят то, что я пытаюсь что-то сказать, и они уважают то, что я выучила их язык, и в их стране говорю на их языке. Так что да, ты должен говорить на языке той страны, в которой живёшь. Я согласна, что запрещать говорить на своём языке никто не может, но если ты общаешься с жителями этой страны, будь добр, общайся на языке, на том, на котором они говорят. По тем временам 2012 год, это Олимпиада, 2013 отдых от Олимпиады, и начались вот такие события, как война в Сирии, поплыли иммигранты в Европу, а так как Великобритания входит в Европу, всех беженцев она обязана была принимать так же, как и вся Европа. Что происходит в Германии и во Франции, я думаю, вы знаете, мы не будем об этом говорить, но Британия хотела отгородиться, так как она вроде бы как отдельно от Европы, она не хотела принимать много мигрантов. На данный момент, насколько мне не изменяет память, сейчас в Великобритании живёт всего лишь 18 тысяч мигрантов по сравнению с Германией и Францией. Это мизерная цифра, но вот так вот Британия хотела отгородиться и не пускать. Я думаю, что как бы это послужило основной причиной вопроса на повестке дня. И проблема-то как раз была не в самих сирийцах, беженцах, которые бежали от войны, а проблема как раз таки в тех террористах, которые под видом беженцев также пытались попасть в страны Европейского Союза и готовили теракты в больших мегаполисах. Как раз именно из-за этого больше закрывались, ну так скажем, железные занавесы Великобритании. И однажды, проезжая по южному берегу, мы увидели такую картину. Я не знаю, то ли они приплыли только что, то ли они там живут. Целый лагерь вот в этих хиджабах что-то там делали. И практически, мне кажется, они там живут. Реально какой-то лагерь существовал. И я это нечаянно засняла с автобуса, когда мы там на переправу въезжали. Но толерантность, антирасизм всё ещё действует на просторах Европейского Союза. В принципе, это нормально. Но под этот шумок очень много плохих вещей происходит. Поэтому думайте сами, решайте сами, быть толерантным или не быть. Живя в Великобритании, я, конечно, стала более терпимой, более толерантной. Вообще, у меня очень сильно изменился и менталитет, и характер. И вообще, я чувствую, что моё нутро как-то раскрылось. Я стала видеть мир широко открытыми глазами. И он мне нравится. Каждый человек имеет право на жизнь. Каждый человек имеет право на существование. Но если он не наглеет в чужой культуре, что-то типа вот этой мысли я всегда держу в голове и сама стараюсь не наглеть и не проявлять какие-то русские особенности, нашего характера и стараться не высказывать свои мысли в открытую, что все британцы великолепно делают. Поэтому у них как бы сам по себе народ такой доброжелательный, всегда улыбаются, всегда рады тебя видеть, но не знаешь, что там на самом деле вот за этой улыбкой скрывается. Я уже научилась читать лица англичан и вижу, довольны они или недовольны. Искренне они мне улыбаются или так. Да-да-да, конечно-конечно, пока-пока, все хорошо. А на самом деле, кроме того, они, британцы, не хотели делить общий бюджет с Евросоюзом и помогать странам, которые в них нуждались. Тогда, по-моему, в Греции был какой-то экономический кризис, потом Испания, вроде бы. Я сильно в это не внедряюсь. Я не специалист в политике, не специалист во всех внутренних делах разных стран. Поэтому, что слышала, то я и рассказываю. Сильно я не разбираюсь, на основании чего это всё произошло, так как на тот момент я ещё только изучала английский язык и не читала газет и не знала вообще, что происходит в Лондоне и в Великобритании. Позже, когда я уже изучила английский язык и стала более-менее понимать, нас все преподаватели просили постоянно читать газеты, потому что нам надо было дальше развивать английский язык и понимать вообще, что происходит в стране и как дальше жить. И вот как раз в тот момент произошла война России с Украиной. У меня случилось замыкание в голове, потому что я читала и российскую прессу, и слушала, и смотрела, и читала британскую прессу. Абсолютно две разных позиции, абсолютно две разные истории. Каждый вроде бы прав. Поэтому я всегда сейчас всем людям говорю, мы не знаем, что там на самом деле происходит, и никогда не узнаем. Поэтому истина всегда где-то посередине. И те правы, и те правы. Вроде бы и украинцы не виноваты в том, что они хотят присоединиться к Евросоюзу, но и Россия не хочет сдавать свои южные границы. Но я убедилась в том, что британцы не знают российской истории, не знают российско-украинских отношений, и вот то, что им говорят, они то и говорят. Но про это я потом буду рассказывать, может быть. Это очень такой для меня хардбрейкин момент был. В тот момент реально шарики заехали за ролики в голове, потому что я не знала, кому верить. У меня было такое чувство, что всё, мир рухнул под ногами. Украинцы и русские всегда были друзьями, и тут вот такое происходит, и ещё на нас же наезжают, и мы же и враги, когда мы всю жизнь всегда дружим с украинцами. Ну, короче говоря, для меня вот этот момент стал переломным, и я перестала много времени уделять читке особенно политических событий. Ну, а Brexit меня вообще никак не касался. Мне уже было известно, что мне в этой стране не жить. Тереза Мэй закрыла мне все входы-выходы. Ну, и сейчас вот, когда у европейцев наступает такой момент, когда они, может быть, встанут в моё положение и поймут, почему мне было очень сложно там как-то крутиться, выживать, чтобы жить в этой стране, надо было каждый раз посещать уроки. Нельзя было пропустить ни один рабочий день, иначе тебя выкинут из дома и депортируют. В общем, крутиться приходилось очень сильно, но меня многие друзья с европейскими паспортами вообще не понимали, почему я в 7 часов вечера обязана вернуться домой, и почему я не могу с ними остаться, погулять там до 9-10 часов вечера, потому что я обязана вернуться домой и сидеть с детьми. Иначе после этого я лишусь работы, после того, как я лишусь работы, я лишусь денег, квартиры, и прямиком обратно в Россию. А за курсы уплочено, и как бы жить-то мне хочется в Лондоне, потому что для меня Лондон — это огромная жизнь. Но вы уже сами видите, сколько мероприятий, сколько всяких возможностей Лондон предоставляет, только бери. Но многие люди, к сожалению, не берут такие возможности, и даже не рассматривают, не хотят выходить из дома. Да, возможно, у них тяжелая работа, но у меня тоже была не из легких. Я и учиться бегала, и клинила, и за детьми, и туда, и сюда, и собаками, и еще и репортерствовать успевала. Но репортерство — это было мое хобби. И вот так вот я узнавала и город, и страну изнутри. Так вот, как раз по поводу репортерства про Brexit я и узнала от своих агентств. Меня попросили поснимать там, что происходит перед референдумом. Референдум случился 23 июня 2016 года. Всем жителям Британии надо было проголосовать Leave или Remain. Leave — это покинуть Европейский Союз, или Remain — это остаться в Европейском Союзе. Практически 50 на 50 было, но победила все-таки Leave. И до референдума я снимала, как люди раздают листовки и просят, пожалуйста, проголосуйте сегодня или там проголосуйте, чтобы остаться, проголосуйте, чтобы покинуть для своих новостных агентств. А после референдума я решила поехать 24 июня к Букингемскому дворцу, потому что, ну, посмотреть, что там происходит, потому что, в принципе, премьер-министр должен ехать в этот момент к королеве. Премьер-министра я не увидела, но именно в этот день Дэвид Камерон сложил свои полномочия премьер-министра и оставил парламент. После чего в должность вступила Тереза Мэй. В Лондоне ощущалась такая обстановка затишье. То ли затишье перед бурей, то ли вообще непонятно, что происходило, но такая тишина. Обычно, ну, там, туристы, народ весь крутится, вертится. А в Лондоне происходила тишина. 24 июня город понимал, что произошла какая-то революция, образно говоря. Произошло что-то невообразимое. Люди думали, что всё-таки всё решится в пользу Евросоюза, но сами голосовали, чтобы выйти. Может быть, ради прикола, может быть, просто посмотреть, а что будет, если я поставлю сюда галочку. Никто сильно не разбирался, а вот правительству теперь пришлось очень долго в этом разбираться, чтобы исполнить волю народа. А воля народа была такова, что они хотят выйти из Евросоюза, и в основном, как я уже сказала, голосовали провинции за этот выход. После чего началась трёхгодичная неразбериха. Начались вот эти вот дел, не дел. Тереза Мэй пыталась заключить сделку с Евросоюзом. Всё это очень сильно влияет на бизнесы, на банки, на финансовую систему, на таможенную систему, на налоговую систему, на всё абсолютно. И все абсолютно документы надо перестраивать, все системы надо перестраивать, но и также границы. Так как они закрываются, для европейцев придётся получать визы, ездить по паспортам. В общем, не будет свободного доступа, не будет свободного безвизового режима. И всё это настолько сложно стало. Покатились всякие протесты. Европейцы с флагами Европейского Союза, там британцы тоже очнулись и говорят, нет, нет, мы не хотим выходить из Евросоюза. И, в общем, тысячные, даже иногда миллионные протесты выходили на улицы города, а я ходила их снимать, потому что протесты — это самое продающееся мероприятие в пресс-агентствах, и поэтому я всегда старалась ходить на эти протесты, ну и смотреть, что там происходит внутри. Кстати сказать, протесты в Англии согласованы как с полицией, так и с правительством. Они все заранее знают дату, они все заранее знают, сколько примерно человек придёт и будет протестовать, а также что требовать. И правительство обязано реагировать на эти протесты, обсуждать в парламенте, как им дальше быть, чтобы люди были более довольны, как решить ту или иную проблему и информировать людей, которые протестовали, что они дальше собираются делать. Ну, как-то так. Так что, если вы увидите протесты в центре Лондона, не пугайтесь, ничего страшного в этом нет, просто не лезьте на рожон, ни с кем не деритесь, иначе вас заберёт полиция и арестует, потом, скорее всего, отпустят. Но протесты ничего страшного не происходят, очень мирные, всегда с какими-то плакатами, всегда с какими-то лозунгами, скандированием. Люди, как всегда, ругают правительство, которое исполняет волю этих же людей. Они создают какие-то куклы, такие папят, знаете, марионетки, которые, или просто какие-то платформы, там была Тереза Мэй вот с таким носом, Борис Джонсон на верёвочках, которым руководит Фараж. В общем, там очень много всяких интересных придумок, я всегда люблю фотографировать детали и старалась их вытащить из всех этих протестов. Помимо этого, люди протестовали против нетолерантности, против расизма. То есть, это всё накипело, это всё вылилось в то, что они проголосовали за выход из Евросоюза. А потом они осознали, что как бы, ну мы же вроде как толерантная страна, мы же не должны быть расистами. Нет, нет, давайте-ка мы обратно заберём своё слово, а обратно слово уже не забрать. Сказано, сделано. Ну, пытались, конечно, сделать, организовать второй референдум, типа люди уже подумали, но ничего уже из этого не вышло. Вот, 31 января должен состояться Brexit. Я, конечно, всё ждала, ждала этот Brexit, потому что, если европейцы уедут, рабочие силы тоже уедут, а европейцам сейчас выгодно уезжать, потому что фунт упал, он практически ставил равен евро, и европейцам теперь невыгодно зарабатывать в Великобритании, потому что в Великобритании они должны платить за съём жилья, за все остальные пути жизнедеятельности, за которые они в Европе в принципе не очень-то и должны платить, потому что в Европе у них остался дом, у них есть где жить, у них всё там уже на мази, а в Великобритании надо выживать. Это помогало, когда фунт был в полтора где-то раза выше, чем евро, а сейчас ну он практически сравнялся. И многие европейцы, которых я знаю, уезжают обратно к себе на родину, потому что говорят, здесь нам делать больше нечего, потому что они приезжали реально на заработки. Те, кто приезжал в Великобританию жить, они там в принципе остаются и сейчас получают сеттлмент, вид на жительство с последующим получением паспорта. Но так как европейцам нельзя иметь двойное гражданство, им придётся выбирать, оставлять ли европейский паспорт или получать британский. Ну, не знаю. Как всё это вообще сложится и развернётся, поживём, посмотрим. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч.